Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобрать то, что вы написали, и попробуем ответить на ваши вопросы, которые вы не даете. Во-первых, вы пишите, что общаетесь с парнем месяц, то есть месяц – это не такой большой урок, и мужчина, в принципе, вполне мог ничего серьезного. Прямо уж к вами не хотеть, вот, то есть он мог не хотеть к вами чего-то такого, прямо уж периодного, да? Вот, то есть тут вот нужно смотреть именно на то, что ему нужно было от вас изначально, чего он хотел. Далее вы говорите о том, что он перестал вам писать, вот, перестал с вами как-то взаимодействовать, да? Значит, скорее всего, у этого были и, возможно, есть какие-то причины. То есть у мужчины есть основания, были основания, имелись основания с вами преградить общаться. Из-за чего-то. То есть, конечно, нельзя сказать, из-за чего именно. Ну, что-то произошло, да, какие-то обстоятельства, может быть, случились вот между вами, да, что он перестал вам писать, перестал с вами взаимодействовать, вот. Такая история, в принципе, тоже может быть. Здесь, в первую очередь, нужно проанализировать, подумать, почему мужчина перестал вам писать. Просто подумать сперва. Не спрашивать чего-то у него, да, не пропиться, задавать какие-то вопросы мужчине, потому что ему это может не понравиться, и он легко может от вас отдалиться еще больше, еще сильнее. Вот. Подобных вещей делать не нужно. Просто было бы здорово, если бы вы сами подумали о том, вот просто сами подумали бы о том, что могло так на него повлиять, что могло заставить его перестать с вами как-то вот взаимодействовать, да, на том уровне, ну, на котором он это делал. То есть вот это, это, на мой взгляд, вполне реально. Это, на мой взгляд, вполне реально, вполне естественно и вполне нормально. Посмотреть, подумать, поанализировать. Может быть, может быть, может быть, может быть, что-то, что-то для себя найти, что-то для себя увидеть, что-то для себя нового открыть. Вот. Может быть, так. Значит, дальше. 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 Вы говорите, что мужчина перестал вам писать. Если он перестал написать, но зато отвечает вам на ваши сообщения, да, значит, он, скорее всего, с вами еще, ну, чего-то хочет. Просто, по-видимому, вы перестали его вводить в это состояние, когда ему кажется, что он может вас терять. Вы перестали вводить его в это состояние, и, соответственно, он понял, что вы его, он понял, что вы от него никуда не денетесь, вот, скорее всего, и, соответственно, зачем, как бы, за вас бороться, да, если вы никуда не денетесь. Итак, это, конечно, нехорошо, очень нехорошо, но, по факту, мы имеем то, что имеем. Вот. И здесь нужно в первую очередь подумать о том, почему и как мужчина, да, ну, чувствовал себя вами, мужчиной. То есть, как он это делал, делал, почему у него это получалось, как вы позволяли ему, ему почувствовать себя мужчиной, да, что вы, ну, например, делали, делали для этого, для того, чтобы он почувствовал себя мужчиной с вами. И, возможно, возможно, я не говорю, что это обязательно так, но, возможно, стоит попробовать дать ему это, то, что он от вас получает. То есть, дать ему вновь ощущение, что он мужчина. Дальше. Дальше можно сказать так, что если вас напрягает то, что человек перестал вам как-то, значит, ну, писать, звонить и так далее, да, если вас это напрягает, если вы считаете, что мужчина должен писать и должен звонить, вот, то, соответственно, вам нужно спросить у него об этом прямо. То есть, чтобы спросить у него примерно так. Дорогой, вот, скажи, пожалуйста, что случилось? Да? То есть, не обидел ли я тебя чем-то? чего-то, чего-то плохого там и так далее. Вот. То есть, если нет, то скажи тогда, пожалуйста, что с тобой происходит, да, вот, ну, сейчас, вот, на данный момент, что с тобой? Ну, если ничего не сделала, вот, если наоборот, все-таки что-то сделала, то что сделала, давай как бы с тобой это обсудим, да, давай об этом поговорим. То есть, вот такая история, такое поведение, оно было бы для вас правильным, оно было бы для вас адекватным, оно было бы для вас верным. Вот. 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 Это именно, вот, именно, то, как вам нужно себя вести. А, ну, вот сейчас, может быть, там, в данный момент, да, и так далее. Вот. Вот. Значит, либо мужчина, либо мужчина даст вам какую-то информацию о себе, о том, что с ним, например, происходит, о том, что ему может быть не понравилось в, ну, в вас, вот, либо мужчина даст вам, собственно, такую информацию, вот. Вот. Либо он, соответственно, не даст вам никакой информации, да, то есть, вы будете по-прежнему в такой подвешенной форме, да, в таком подвешенном состоянии находиться. Вот. И в итоге, в общем-то, ничего не изменится, да, у вас. Ну, то есть, все будет так же, как до этого, абсолютно. Вот. Вот. И в случае, если все будет так же, в случае, если ничего не поменяется, то вам нужно будет самостоятельно перестать. Мужчине писать. Вот. То есть, вы, очевидно, здесь посягаете, возможно, ну, посягаете или как-то задеваете, да, может быть, задеваете. А, его гранит. А, личный гранит. Вы задеваете личный гранит с человеком. И нужно, чтобы вы перестали это делать. Нужно, чтобы вы, если потребуется, чтобы вы опустили его. Ну, или, чтобы, чтобы, чтобы могли отпустить, да, чтобы могли дать ему понять, что вы отойдете. Если, ну, если, если нужно будет, то вам пойдете. Вот. Соответственно, это вот то, что вам нужно сделать. Совершенно спокойно воспринять то, что мужчина так себя ведет. Это, по большому счету, да, это, в общем-то, его право. Это его право так себя ведет. И если он хочет. Конечно. Если вы не можете. То есть, если вам кажется, что так быть не должно. Да, если вам, например, тяжело. Если вы не можете ему не писать. Если вы не можете с ним не взаимодействовать. Если вы не можете от него отдалиться. Если вы не можете, значит, ну, вести себя более, скажем так, выдержанно. Да. То тогда можно говорить о том, что вы в некоторой степени от него зависимы. От мужчин. О. И зависимость. Зависимость. Нужно разбирать. Потому что, ну, абсолютно любая зависимость, да, имеет свои основы, имеет свои причины, и нам нужно, нам нужно понять, что это за причина, что это за причина и почему они заставили вас так себя вести, почему они заставили вас спать в зависимость от человека и чего вы хотите с его помощью получить, ну, что вы для себя получаете, исходя из того, что вас удерживают мужчины, да, ведь вы же зачем-то и почему-то пишете ему первое, значит, чего-то хотите, вот и собственно нужно постараемся понять как раз, чего вы хотите, что вам нужно, чем вы нуждаете и так далее. И вот, исходя из этого, уже будет понятно, как и что делать, ну, ладно, дальше все делать. Потому что, ну, сами понимаете, что объективно, если у вас не будет возможности вести себя свободно, то есть, если вы не будете вести себя, ну, произвольно, может быть, да, вот, если вы не будете вести себя непринужденно, то в таком случае вы не помните отношения выстраивать не только с этим мужчиной, а вообще, вообще с любым, понимаете, вот, мужчиной. И если вам этого не хочется, если вы этого не желаете, то с этим можно и нужно что-то сделать. так что подумайте как следует. Разберитесь как следует со своими желаниями, чувствами, переживаниями, стремлениями. Если нужно, то мы вам обязательно в этом поможем. с этим никаких проблем не возникнет. Но для начала нужно, чтобы вы постарались сами идентифицировать то, что с вами происходит. И вот уже после этого, после идентификации можно будет думать, как вам помочь, в какую сторону двигаться, чтобы вам помочь и так далее. надеюсь, что мой ответ будет для вас полезным. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку. буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова